Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов. И вот что случилось в нашем городе к этому часу. Награду молодым. В Приморье 300 приморцев боролись за звание лучших в пятом региональном чемпионате WorldSkills Russia. Освободили Вилли, Билли и остальных. В Приморье завершилась международная эпопея под названием «Китовая тюрьма». По стопам великих парусник Паллада продолжает свою третью кругосветку и готовится пересечь экватор. Также в выпуске ударят по карману. Для транспортников за отсутствие в вечернее время автобусов на линии ведут десятикратные штрафы. Еще раз скажем, коротко и неясно. Ухудшение погоды в Приморском крае не будет затяжным, но с обильными осадками. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Навигация маломерного флота в Приморье официально завершена. Однако сразу три спасательные операции развернуты в связи с происшествиями на море. Спасательные службы региона продолжают поиски рыбаков, которые вышли 26 октября в море на катере и до настоящего времени не вернулись, сообщили в региональном управлении МЧС. Авиации судами обследовано около 55 тысяч квадратных километров морской акватории. С помощью полиции и волонтеров проверено более 2000 километров береговой черты. Около 400 тысяч квадратных метров подводная акватория осмотрена с помощью специальных аппаратов. Накануне активная фаза поисков на акватории временно приостановлена ввиду неблагоприятных погодных условий. Кроме этого ведутся поиски члена экипажа шхуны Сивуч, потерявшегося в районе залива Ольга. Напомним, 11 ноября в Японском море был обнаружен перевернутый катер, на днище которого находился человек в тяжелом состоянии обморожения ног. По его словам, 10 ноября он с приятелем вышел на рыбалку в залив Владимира. Катер перевернулся. Мужчина остался в лодке, а его товарищ на спасательном круге поплыл к берегу. Не прекращается и поиск шхуны Минкун. Сообщение о потере связи с ней поступило 12 ноября при переходе из Владивостока в бухту Светлое. На шхуне находилось два человека. Всего за навигационный период 2019 года произошло 37 происшествий на воде. Это на 19 меньше, чем в прошлом году. Авария на путях. Во Владивостокском городском округе произошло столкновение микрогрузовика и электропоезда, следовавшего по маршруту Владивосток-Кневичи, сообщает Главное управление МЧС России по Приморскому краю. Авария произошла на переезде на станции Угольная. В результате происшествия пострадали два человека. На ней госпитализированы. На данный момент, по информации представителей Дальневосточной железной дороги, переезд освобожден и проезда поезда следует без задержек. Штрафы для компаний-перевозчиков во Владивостоке увеличат в 10 раз. Наказывать их будут за отсутствие автобусов на линии в вечернее время. Причиной такого решения стал внеочередной вечерний рейд, который провели накануне 14 ноября на площади Луговой специалисты управления транспортом администрации города. А причиной проведения рейда стали многочисленные жалобы пассажиров, которые не могут вечером на автобусе вернуться домой из театра, забрать ребенка из спортивной секции, отправиться на работу в ночную смену. Люди вынуждены заказывать такси и даже идти пешком. По итогам проверки на маршрутах оказалось 15 автобусов в 21.00 и только 3 в 21.30. Десятикратные штрафы недобросовестные перевозчики станут платить с заключением новых договоров, которые будут подписаны в следующем году. Об этом сообщил начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов. К слову, с начала года штрафы за различные нарушения, выписанные компаниям-перевозчикам, уже составили более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Все деньги поступают в городской бюджет. В ДВФУ в предстоящем учебном году не будут набирать абитуриентов, желающих стать учителями истории, биологии, географии, физики и физкультуры. В пресс-службе ВУЗа сообщили, что набор не был объявлен из-за того, что Миноборнауги выделила в два раза меньше мест. В школе педагогики остаются всего пять направлений, в основном лингвистических – английский, немецкий языки, китайский и английский языки, начальное образование и английский язык, русский язык и литература. Единственное негуманитарное направление – математика и информатика. На каждой специальности от 20 до 25 бюджетных мест и 10 договорных. Но, несмотря на сложившиеся обстоятельства, ДВФУ не планирует сокращение количества преподавателей педагогических кафедр. Лучших молодых профессионалов наградили во Владивостоке. В Приморье состоялся пятый региональный чемпионат WorldSkills Russia. 300 приморцев в течение пяти дней демонстрировали свое мастерство и умение. Подробности в следующем материале. Во Владивостоке состоялся пятый региональный чемпионат WorldSkills Russia, в котором приняли участие почти 300 приморцев. В течение пяти дней участники соревновались по 42 компетенциям, среди которых администрирование отеля, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, парикмахерское искусство, кондитерское дело, спасательные работы, медицинский и социальный уход, IT-решения для бизнеса, сварочные технологии и другие. Все участники получили напутственные слова от губернатора Приморья Олега Кожемяка. За этот год постараемся оснастить наше учебное заведение новым современным оборудованием, сделать так, чтобы практические навыки, получаемые в УЗИ и получаемые в колледже, могли служить вам последующим хорошей школой, хорошим подспорьем получения будущей профессии, чтобы вы не боялись шагать во взрослую жизнь, получив специализацию именно в учебном заведении. На территории Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа прошли мероприятия по компетенции «Спасательные работы», участие в которых приняли студенты колледжа, а также команда из Хабаровска. Перед будущими спасателями была поставлена непростая задача – за один час при помощи определенного оборудования вытащить двух пострадавших из так называемого технического лабиринта. Да, участники должны показать высокие свои знания и умения, то, что они проходили на подготовке к чемпионату. Основное – это соблюдение мер безопасности при работе с аварийно-спасательным инструментом и корректное обращение с пострадавшими. Самое главное – это меры безопасности. Задания чемпионата WorldSkills Russia такие, что даже опытный профессионал не всегда сможет выполнить поставленные перед ним задачи. Поэтому время здесь не главное. В первую очередь на соревнованиях эксперты смотрят на выступления каждого участника команд. Этап на самом деле был очень трудный, но мы почти справились. У нас случился обвал, к сожалению. Но эмоции положительные, как говорится, надо быть всегда на веселе. На самом деле все соперники сильные, все команды подготовлены. Месяц трудных тренировок, но все довольны своим результатом. Кто как подготовился, так и получается результат. Региональный чемпионат WorldSkills проходил на 12 конкурсных площадках. Так на базе колледжа сервиса и дизайна в ГУЭС свои тренерские навыки показывали будущее спортсмены. Перед экспертами они выступали собственными групповыми и индивидуальными тренировочными занятиями по общей физической подготовке. Наши компетенции в этом году в Приморском крае представлены впервые. Хочу отметить в первую очередь очень хорошую организацию площадки на компетенции. Великолепный спортзал, оснащенный по всему полностью инфраструктурному листу, что позволяет ребятам выполнить полностью весь пакет конкурсных заданий, что, к сожалению, не во всех регионах бывает. На торжественной церемонии награждения по итогам пяти конкурсных дней лучшие конкурсанты были награждены памятными медалями. Молодые профессионалы не скрывали эмоций от соревнований и их итогов. Мы готовились долго, усердно, друг другу подсказывали. Подготовка команд на высшем уровне. Моя команда, ну, чуть-чуть хуже где-то выступили. Сильно волновался, что не свойственно для спасателя, наверное, но эмоций все-таки не скроешь. Сложно, слишком много эмоций. За всех рад. Ну, второе место — это не предел, можно стремиться дальше. Моя компетенция называлась «Охрана труда». Эта компетенция велась первый раз в прошлом году, то есть для всех это новшество в «Вертскилсе». Очень было сложно понять работу, которую я должна была выполнить, но справилась. Победители соревнований в дальнейшем отправятся на полуфинал чемпионата России в Новокузнецк. А тем, кто и там станет победителем, будет дана возможность войти в состав сборной России и представить страну на международном WorldSkills. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. Освободили Вилли, Билли и остальных. В Приморье завершилась международная эпопея под названием «Китовая тюрьма». По стопам великих парусник Паллада продолжает свою кругосветку и готовится пересечь экватор. Коротко и неясно. Ухудшение погоды в Приморском крае не будет затяжным, но с обильными осадками. Партнер выпуска новостей – Торговый дом, Планета Безопасности. Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? Планета Безопасности ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром на даче. Все в порядке. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Освободили Вилли, Билли и остальных. В Приморье завершилась международная эпопея под названием «Китовая тюрьма». По стопам великих парусник Паллада продолжает свою кругосветку и готовится пересечь экватор. Коротко и неясно. Ухудшение погоды в Приморском крае не будет затяжным, но с обильными осадками. На этой неделе в Приморье завершилась, можно сказать, международная эпопея. За событиями, которые разворачивались вокруг китовой тюрьмы в бухте Средняя под Находкой, несколько месяцев следили во всем мире. Косатки и несколько белух обрели свободу в августе в Охотском море. И вот в понедельник, 11 ноября, стало известно, что все оставшиеся в бухте Средняя белухи, а это без малого 50 особей, выпущены на вольные хлеба в Японское море у побережья Лазовского заповедника. А буквально накануне специалисты в НИРО сообщили, что выпущенные белухи движутся вдоль побережья Приморья. По словам экспертов, животные были выпущены на волю в хорошей физической форме. На этой позитивной ноте вспомним, как развивалась ситуация с китовой тюрьмой и кто сказал решающее слово в битве наживы и закона. Об этом в нашей традиционной рубрике «Тема недели». Сегодня все киты, косатки и белухи, пленники китовой тюрьмы под находкой, наконец, на свободе. За развязкой драмы следили не только в Приморье, российский опыт оценивали и за рубежом. Напомним, что в бухте Средняя в течение года содержали 90 белух и 11 косаток, принадлежавших компаниям Афалина, Океанариум ДВ, Белый Кит и Сочинский Дельфинарий. Животных готовили к продаже в иностранные океанариумы. Но добро победило зло, и мармлеков начали вывозить к месту выпуска уже в конце июня. Все оставшиеся в бухте Средняя белухи были выпущены в бухте Успения Лазовского района в воскресенье 10 ноября. Группу из 19 животных отпустили с научно-исследовательского судна профессор Кагановский. 31 белуху выпустили в этой же бухте одновременно с двух судов – с профессора Кагановского и Зодиака. Напомним, летом животных выпускали в Охотское море, две последних партии – в Японское. На трех белух установили спутниковые метки. Они помогут оценить, влились ли животные в свои стаи до начала сезонной миграции. И этот жизнеутверждающий финальный аккорд стал возможен только после вмешательства президента страны, общественности, Жанна Мишеля Кусто, Генпрокуратуры и Следственного комитета. Именно солидарная позиция помогла установить, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона, были возбуждены уголовные и административные дела с миллионными штрафами, суд запретил транспортировать или продавать белух, а Следственный комитет возбудил уголовные дела о незаконном вылове и жестоком обращении с животными. Своё весомое слово сказала и общественность. Начиная с марта и далее всю весну, горожане стояли с плакатами и призывали власти вмешаться в ситуацию. Было отловлено очень большое количество грудных буквально детей, белушат и косаток, которых нужно реадаптировать. Ну и, в общем-то, когда уже будет тепло, а это, наверное, конец весны, начало лета, всех детей нужно выпустить именно там, где они были отловлены. И тогда они будут живы и счастливы. Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров. Отловщики сообщили, что животные сбежали. Экологи были уверены, что животные начали погибать в неволе. Зоозащитники указывали на плачевное состояние мармлеков, в том числе на нарушение кожных покровов и риск развития инфекционных заболеваний. Общественность требовала не только выпустить косаток и белух в океан, но и запретить отлов морских млекопитающих для океанариумов в принципе. Это зоотюрьма, и я призываю общество осознать, что посещая эти зоотюрьмы, они оплачивают мучения этих детей. То есть своими билетами они оплачиваются, создают спрос. Это аморально. От этого нужно уходить. Мы единственная страна, к сожалению, сейчас в мире, которая занимается этим. То есть все остальные развитые страны уже давно от этого отказались, потому что это преступление против природы. В тюрьме обычно сидят преступники, а косатки там сидеть не должны. Я бы хотела, чтобы наша страна тоже присоединилась ко всему миру, и мы прекратили уже это варварство. Весной этого года губернатор Олег Кожемяка пригласил именитых иностранных помощников. Во Владивостокском Тенро состоялось заседание рабочих групп по освобождению морских животных и взаимодействию с иностранными экспертами. В это же время активисты российского отделения Greenpeace провели арт-акцию в поддержку мормлеков. Современные технологии позволяют наблюдать косаток не обязательно в океанариумах. Их можно наблюдать, и в Китае это уже есть, специальные 3D-океанариумы, когда ты видишь их практически в реальной среде, но при этом сами животные не страдают, их никто не ловит. Мы считаем, что это будущее. Весной сообщили, что косаток и белуха освободят в течение трёх месяцев. Ждали финального решения учёных. В Нью-Ро, Тен-Ро, ветеринаров, когда и как правильно выпускать мормлеков из вольеров. Были составлены индивидуальные планы реабилитации и выпуска каждого животного. Решение было грамотным. С ним согласился и именитый приглашённый эксперт Жан-Мишель Кусто. Океанолог привёз с собой целую команду, чтобы помочь разрешить ситуацию. Для наблюдения за животными в местах кормления установили камеры-гидролокаторы. Эксперты из Института рыбного хозяйства и океанографии, Минприроды, а также Международная команда учёных детально изучали условия Бухты Средняя. Ответственным за сбор Международной команды учёных и их приезд в Приморье стал директор проекта «Китовый заказник» Чарльз Винник. Я хочу поблагодарить руководство этого края, тех, кто нас пригласил сюда, в том числе Администрацию Приморья, а также Министерство природных ресурсов Российской Федерации. Мы сегодня с самого утра разрабатываем план, как мы будем сотрудничать в следующие несколько дней. Напомним, Жан-Мишель Кусто вместе с Чарльзом Винником говорили о создании специального фонда, цель которого – привлечь внимание крупных российских и международных компаний к вопросу отлова животных с коммерческими целями. Я думаю, все мы понимаем, что эти животные – часть дикой природы и должны находиться там. Но ситуация сложилась относительно них такая, какая есть. И мы все должны работать вместе, чтобы её изменить. Ситуации дал оценку и главный океанограф в рамках программы по спасению китов Жан-Мишель Кусто. Мне с детства выпал шанс познакомиться с морскими обитателями. Я ныряю с аквалангом с 7 лет. И с того момента я никогда не прекращал общение с этими существами. И за те 73 года, что я ныряю, я непосредственно контактировал с целым множеством морских млекопитающих – дельфинов и китов – по всей планете. И поверьте, очень важно понимать, что они играют одну из ключевых ролей в океанской среде, на планете вообще. И мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы им помочь. Мы сделаем всё, что мы можем, чтобы им помочь. Главного научного сотрудника Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимира Ракова, вылов касаток однозначно должен быть запрещен. При этом большая касатка внесена в Красную книгу. А белухи вообще неприкосновенные. Это социальные животные. Потеря каждой особи сказывается на всей группе, считают учёные. Белуха – символ Арктики. Они, как и большинство других арктических видов, страдают из-за изменения климата и таяния арктических льдов. Постыдный промысел должен быть вне закона. А деляги, надеющиеся разбогатеть путём отлова и продажи морских животных, сурово наказаны другим в назидание. Олег Завьялов, Новости на Восьмом. К слову, бухта Средняя ещё может стать информационным поводом. Дело в том, что экологи уверены, что в валерах бухты содержат моржей. Есть информация, что шесть моржат, отловленных на Чикотке, привезли на базу в начале года. Информацию о моржах в бухте Средняя подтвердил и руководитель организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын. Так ли это и будут ли Приморье и дальше связывать с постыдным бизнесом, с торговлей мормлеками, покажет время. Учебный парусник Паллада, совершающий кругосветное путешествие, благополучно пересёк северный тропик Рака. Это 23-й градус северной широты. От Владивостока пройдено 2300 морских миль. Причём значительную часть пути фрегат преодолел под парусами. В целом жизнь на Палладе идёт своим чередом. Вахты, наряды, авралы, тревоги, зачёты и экзамены. Курсанты с юнгами начинают втягиваться в настоящую морскую жизнь. Всё больше становится среди них тех, кто хочет связать свою судьбу с морем. Экипаж активно ведёт подготовку к пересечению экватора, разделяющего южное и северное полушария планеты и встречи с Нептуном. Это многовековой ритуал для начинающих моряков, которые никогда не пересекали экватор. Напомним, Паллада вышла из Владивостока 1 ноября. Кругосветное плавание российских парусников, в котором ещё участвуют Крузенштерн и Седов, посвящены 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями. Знаменитая экспедиция Фадея Белисгаузена и Михаила Лазарева в сложнейших навигационных условиях прошла вокруг неизвестного ледяного континента на широтах от 60 до 70 градусов. И неопровержимо доказала существование земли в районе Южного полюса. Для Паллада это третье кругосветное путешествие. Возвращение в родной порт запланировано на лето 2020 года. 17 ноября над Жёлтым морем сформируется циклон, который, развиваясь за сутки, преодолеет путь от Северной Кореи вдоль Приморского края до Советской гавани. Это означает, что ухудшение погоды в Приморском крае не будет затяжным. Таким образом, прогноз на возможное ухудшение погоды 18 ноября подтверждается, сообщаю синоптики Прим-Гидромета. Центр циклона со своим теплом пройдет непосредственно над Владивостоком. При этом в первой половине ночи на 18 ноября, когда центр циклона будет еще над Северной Кореей, на юге Приморья может начаться мокрый снег, который к утру перейдет в приличный дождь. В первой половине дня понедельника дождь может закончиться до подхода главного холода и перехода с дождя в снег может не произойти. Чем дальше от Владивостока и крайнего юга к северу, тем более вероятен снег и метель. Снегопады будут непродолжительными, поскольку циклон покинет Приморье в течение суток. Остаточный снег небольшими зарядами может еще наблюдаться то тут, то там 19-21 ноября. С 22 ноября температурный фон в Приморье начнет повышаться. Быстрее, выше, худее. Уже знаменитый на всю Россию Кот Виктор занялся своей фигурой, дабы беспрепятственно пересекать воздушные границы. А тренировкой мохнатого толстячка занялся Николай Пронин, главный тренер хоккейного клуба «Адмирал». Канат, беговая дорожка, силовые упражнения. Все по-серьезному. Кот Виктор приобрел известность после того, как его хозяину было отказано в проносе животного в салон самолетом «Москва-Владивостоке» за парой лишних килограммов. В итоге Михаилу Галину, хозяину кота, пришлось давать билет, а перед посадкой на другой рейс приносить на взвешивание меньшую весом кошку. Но последствия не заставили себя долго ждать. За намеренные нарушения правил провозки, воздушной перевозки, авиаперевозчик исключил Михаила из программы лояльности, аннулировав 370 тысяч бонусных миль. Данный поступок, в свою очередь, всколыхнул общественность. Теперь во всех соцсетях можно встретить подобные посты, которые выказывают поддержку раздобревшего кота и его хозяина. Я, мы, толстый кот. Приморские пловцы выиграли медаль чемпионата России. Футбольный клуб «Луч» продлил безвыигрышную серию до 11 матчей. Владивосток примет крупный турнир по роллерспорту. Все подробности расскажет Максим Яковлев. Спортсмены ДВФУ выиграли медали чемпионата России по плаванию. Национальные соревнования проходили в Казани. Там в течение пяти дней за награды боролись лучшие пловцы со всех уголков страны. Приморцы смогли попасть на пьедестал. Золото увез домой Сергей Фесиков. Он стал лучшим, преодолев 100-метровку комплексным плаванием. Еще одно золото кролем завоевал Александр Попков на дистанции 50 метров. Также ушла во Владивосток и серебряная медаль 200-метровки «Баттерфляем». Ее выиграл Александр Прибыток. Все эти спортсмены являются студентами и выпускниками Дальневосточного федерального университета. Это одна из сильнейших сборных. Вузовская команда за свою историю уже трижды становилась чемпионом России. Футболисты «Луча» провели выездной матч с Ярославским Шинником. Это была первая игра приморцев под руководством нового главного тренера. Дебют Валерия Петракова, увы, получился нерадостным. Хотя начали тигры хорошо. «Луч» первым стал прессинговать и в итоге на 32-й минуте открыл счет. Отличился Стеклов. Однако хозяева довольно быстро ответили. Прямо перед перерывом Шинник вернул равные цифры на табло. Ну а во втором тайме ярославцы и вовсе перехватили всю инициативу. Сначала точно пробили гостям пенальти, а затем уже в дополнительное время вколотили еще и третий гол. 3-1. Таким образом, «Луч» продлевает безвыигрышную серию до 11 матчей. Команда уже опустилась на 17-е место. Впереди приморцев ждут еще две игры до зимнего перерыва со «Спартаком-2» и «Торпедо». Крупный турнир по роллер-спорту примет Владивосток. Соревнования планируют провести осенью 2020 года. Этот проект был представлен на конкурсе «Молодежная инициатива» и смог получить финансовую поддержку главы города. Мероприятие будет представлять собой состязания по фристайл и скоростному слалому. Ожидается, что свое владение роликовыми коньками покажут более 60 спортсменов со всех уголков Дальнего Востока. Масштаб турнира позволит организаторам выявить среди участников самых перспективных спортсменов, которые могли бы представлять наш регион в чемпионате России и мировой слаломной серии. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. В Приморье официально закрыта навигация маломерного флота. Тем временем в акватории региона развернуты три спасательных операции. Ударят по карману. Для перевозчиков Владивостока за отсутствие автобусов на линии в вечернее время введут десятикратные штрафы. Награду молодым. Более трехсот приморцев боролись за звание лучших в пятом региональном чемпионате WorldSkills Russia. Освободили Вилли, Билли и остальных. В Приморье завершилась международная эпопея под названием «Китовая тюрьма». По стопам великих парусник Паллада продолжает свою третью кругосветку и готовится пересечь экватор. Коротко и неясно. Ухудшение погоды в Приморском крае не будет затяжным, но с обильными осадками. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8-го канала, во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Телефон нашей редакции 249-88-12. 8-й канал. Главное – Владивосток. Продолжение следует... Продолжение следует...